Сезон высокогорья объясняет, почему это полезно для животных. The Preserve Farmer отмечает, что это очень важно прежде всего для коров с точки зрения их физической формы. Экологи утверждают, что скот на альпийских лугах способствует предотвращению стихийных бедствий. По данным Тирольской сельскохозяйственной палаты, ежегодно на 2100 альпийских пастбищах в провинции пасется более 180 тысяч животных. Но небольшие хозяйства становятся нежизнеспособными. Тысячи фермеров вынуждены искать более надежные источники дохода. Нобелевская премия в области физики 2020 года присуждена Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гесс. Об этом объявил Нобелевский комитет по физике Шведской Королевской Академии Наук. Как говорится в решении комитета, Пенроуз награжден за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности. Генцель и Гесс стали лауреатами за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по физике должна вручаться тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в этой области. Премию присуждает Шведская Королевская Академия Наук, расположенная в Стокгольме. С 1901 по 2019 годы премия по физике присуждалась 113 раз. Средний возраст награжденных 55 лет. Сельское хозяйство является ведущей отраслью в Кыргызстане. На сегодняшний день внимание правительства остро нацелено на поддержку развития семеноводчества и семеноводческих хозяйств. Сегодня наша съемочная группа посетила один из таких хозяйств, где прошла презентация элитных и качественных семян кукурузы. Владимир Мирошниченко занимается сельским хозяйством уже на протяжении многих лет. Стоит отметить, что он является одним из ведущих и отличившихся фермеров Соколугского района. На сегодняшний день Владимир закупает семена кукурузы только у Алем Агра, потому как убедился в выгодности и рентабельности вложенных средств и труда. В прошлом году я получил хороший урожай благодаря фирме «Пионер». Посеял 0,937 сорт был. И по прошлому году я взял 15,7 тонн при влажности 14-15 процентов с 7 гектар. Эту компанию мне посоветовали мои друзья. Я в прошлом году ее перворассеял и очень остался довольный. В этом году я уже у них заказывал и дополнительные на протравку, на подкормку. Очень хорошая фирма. Я доволен. Всем рекомендую. Слоган. Вышеотмеченная компания является семеноводческим хозяйством, наделенным правом выращивать семена элитных, репродукций широкого ассортимента кукурузы, а также средств защиты растений и микроудобрений. В Кыргызстане компания работает более трех лет. Основная наша работа, то есть основная наша задача – это обеспечение кукурузоводов высокоурожайными гибридными семенами компании «Пионер». Компания «Пионер» – это старая компания, уже сто с лишним лет существует. В мире является один из таких популярных компаний по семеноводческой кукурузы. На сегодняшний день в Кыргызстане возделывается в пределах 108-110 тысяч гектаров кукурузы на зерно. Из них на сегодняшний день нашими семенами засеяно чуть больше 6 тысяч гектаров. Ни для кого не секрет, ситуация с семеноводчеством в стране и в целом не из лучших. Но благодаря подобным семеноводческим хозяйствам Кыргызстан имеет возможность преуспеть в данной сфере. Каждый год увеличиваются посевные поля. Отечественные аграрии на свой страх и риск пробуют новые сорта семян. И многие из них остаются довольны результатами своих трудов и усилий, добавил начальник управления аграрного развития Аламидинского района Автандиль Исаев. В Аламидинском районе площадь Пашкин составляет 35 тысяч гектаров. Из них орошаемые 21 тысяч. Из них 2200 гектаров у нас составляет посев кукурузы. В этом году, как никогда, урожай кукурузы из зажиновых колоссов в этом году хороший. Кукурузу в этом году, вот сейчас мы проводим День поля. Алем Агро компания привезли 6 гибридов. И мы здесь вот на 14 гектарах посеяли по 2 гектара 6 разных гибридов. И сейчас вот идем, у нас получается сегодня День поля, уборку идем. На сегодняшний день вышеотмеченная компания успешно реализовывает элитные семена кукурузы фермерским хозяйством. С каждым годом число потребителей растет. Наряду с семенами фермеры также приобретают микроудобления, что благотворно сказывается на всем урожае и самое главное на бюджете бизнесменов. Мария Мьянфук, Мышкут Тубеков, СТВ, Алламидинский район. Это были все главные новости уходящего дня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»